Марка Джоли отмечает 35-летие. В большой презентации, посвященной этому событию, нашлась одна интересная страница. Российский офис пообещал до конца года привезти некий кроссовер с мягкогибридной силовой установкой. Можно предположить, что это будет Atlas Pro, у которого как раз имеется бензоэлектрическая установка, в основе которой лежит полуторалитровая турбо-тройка. Этот мотор россияне успели распробовать на младшем Кулрее. Напомним, что под именем Atlas Pro скрывается глубоко модернизированная версия нынешнего Atlas. Рестайлинг принес совершенно новый дизайн и полностью светодиодную оптику, а сзади возник перекроенный проем пятой двери. В салоне появились другие передние панель и центральная консоль, а также контурная подсветка. Медиа-система обзавелась большим экраном, при том некоторыми функциями можно управлять при помощи фирменных наручных часов. И еще одна новость на уровне слухов, которую вдобавок придется проиллюстрировать абстрактной картинкой. В конце этого года мы, скорее всего, увидим рестайлинговую весту. Она станет солиднее, богаче и мощнее. По последней информации, к вазовскому флагману приладит модернизированный атмосферник 1.8. Благодаря второму фазовращателю он нарастит мускулатуру со 122 до 136 сил, а попутно обзаведется шестиступенчатой коробкой вместо пятиступки. Помните каблучок Renault Docker, который сравнительно недавно покинул российский рынок? Так вот, в Европе этот фургончик перешел из-под крыла марки Dacia под крыло бренда Renault, а попутно сменил имя с Докера на Экспресс. Имеет право, ведь для французов название Экспресс историческое. Вдобавок смена знамени принесла полностью новый передок, а также интерьер от второго Duster. Думается, у нас такое обновление пошло бы на пользу спросу. Из-за технического обновленчества подметим разве что шестиступенчатую механику для дизельной версии, хотя бензиновая сохранила пятиступку. Ни современные ассистенты, ни продвинутые опции Экспрессу Докеру не перепали. Грузовые фургоны адресованы всему миру, но пассажирские версии из-за своей простоты предназначены для самых небогатых африканских и ближневосточных стран. О возвращении в Россию речи пока не идет.